Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Начнем с того, что за последние два дня биткоин преодолел отметку в 1 триллион долларов в рыночной капитализации, впервые за всю его историю. Теперь он находится в клубе немногочисленных триллионников. Это очень важный момент, ребята, поэтому я решил его зафиксировать в этом видео. А теперь к теме ролика. Джин Симмонс, известный рок-музыкант, актер и предприниматель, сообщил о том, что купил кардана на сумму в 300 тысяч долларов. Я не хочу сказать, что мы должны воспринимать это как совет этого рокера. Нет. Но давай поговорим о том, почему он начал так агрессивно накапливать этот актив. Почему он купил кардана? Вот его оригинальный твит в Твиттере. Я только что купил кардана на 300 тысяч долларов. Я не финансовый аналитик и не говорю тебе, покупать или нет. Просто хочу, чтобы ты знал, что я делаю и во что я верю. Потому что я верю в рост карданы. Все остальное это только твое решение и твое расследование. Если что, ребята, у него почти миллион подписчиков. Это очень известный человек. Интересно не только это, но и то, что он объяснил, почему он думает, что кардана вырастет, почему он купил кардана. Но впоследствии почему-то удалил свои объяснения из Твиттера. Что ж, это интернет. Здесь ничего не исчезает бесследно. Скриншот с ответом на вопрос, почему он купил кардана, легко находится на просторах всемирной паутины. К сожалению, качество так себе. Но тем не менее. Почему я купил кардана? Что ж, во-первых, ее может позволить себе практически каждый. Она стоит копейки по сравнению с другими моими активами. Такими как биткоин, который стоит более 50 тысяч долларов за монету. Я верю, каждый должен иметь возможность позволить себе криптовалюту. И кардана это одна из тех криптов, в которую я верю. На самом деле, как бы я не поддерживал стремление этого человека продвинуть кардана, я не совсем с этим согласен. Если ты новичок в этом криптомире, тебе может показаться, что в этих словах есть правда. Но если ты сравниваешь разные криптовалюты, основываясь только на их курсе, то ты точно не понимаешь, как это работает. Как бы так объяснить попроще? Давай представим, что биткоин это американский доллар, и он выглядит как миллион долларов одной копюрой. А вот, например, полкодот, я ничего против полкодота не имею, если что, это иранский реал, который выглядит как несколько центов. И ты говоришь, я не могу позволить себе копюру в один миллион долларов, вот я лучше куплю иранских центов. Как-то так это и выглядит, когда ты выбираешь криптовалюту по ее цене. Гораздо логичнее сравнивать крипту не по курсу, а по ее рыночной капитализации. Рыночная капитализация помогает понять общий целевой рынок для конкретной криптовалюты. Общий размер целевого рынка. Биткоин только что достиг триллиона долларов, к примеру. Рыночная капитализация это умножение цены монеты на количество монет в циркуляции. Что это значит? Когда человек видит 50 тысяч долларов за биткоин, ему кажется, что биткоину будет очень сложно вырасти до 500 тысяч долларов. Но если посмотреть на рыночную капитализацию биткоина, 1 триллион долларов, и сравнить ее с рыночной капитализацией золота, 10 триллионов долларов, то становится очевидно, что биткоин вполне себе может сделать еще 10 иксов с момента, в котором он сейчас находится. Это уже совсем не кажется фантастика, если мы сравниваем рыночные капитализации. Понимаешь, к чему я веду? Все дело именно в капитализации, а не в цене. Теперь я хочу коснуться темы пиков. Как говорят некоторые, нельзя покупать на хаях, а дальше продолжать не буду, потому что там не цензура. И я это поддерживаю, но давай копнем этот вопрос поглубже. А как ты узнаешь, находится ли криптовалюта на хаях? Вот, например, кардана. Вот это хай или нет? Я немного инвестировал в кардана еще в 2018 году. Около 5 дней назад я выложил вот это видео, в котором я рассказал, что купил еще немного карданы. Если что, за 75 центов. Конечно же, этот ролик быстро оброс комментариями, вроде купил на хаях, прокатился на известных местах. Еще раз хочу повторить свой вопрос. Вот это точно хай? Не спорю, выглядит как очень огромный пик. Но посмотри сюда. Вот это пик? Цена биткоина выросла с сотни долларов до 1200. Это огромный пик, не так ли? Можно ли покупать вот здесь? Кажется, что нет. А теперь посмотри, во что превратился этот пик на фоне пика 2017 года. Его просто не видно. А теперь еще один вопрос. Вот это пик или нет? Кажется, что да, это огромный пик. Можно ли здесь покупать? Даже на фоне первых двух месяцев 2021 года этот пик уже не кажется таким здоровым, не так ли? Около двух лет назад на этом же канале я снимал видео о том, что пик 2017 года впоследствии на фоне нового пика будет выглядеть таким же маленьким, как пик 2013 года на фоне 2017. И судя по всему, этот прогноз оправдывается прямо на наших глазах. Как ты видишь, мы не можем знать, находится ли конкретная криптовалюта на пике или нет. Поэтому я без угрызений совести купил Аду за 75 центов и думаю, у нее много места для роста, особенно если будет расти эфириум и экосистема Polkadot. Cardano это платформа децентрализованных приложений, так же как и эфир, только быстрее и дешевле. Кроме этого, даже ончейн управления у Cardano лучше, чем у эфира. Но самое главное, Cardano куда более молодая криптовалюта и поэтому свой потенциал не раскрыла до конца. Мы все еще можем увидеть от нее большие сюрпризы в этом плане в 2021. Однако я всегда стараюсь быть реалистом и подавать информацию хотя бы немного остывшей. Когда Симонс говорит, что Аду нужно брать, потому что она тупо дешевле биткоина, для меня это не аргумент. Мне нужна информация и фундаменталы. Именно фундаментальная информация в свое время влюбила меня в биткоин. И сейчас с ростом биткоина очень сильно изменила мою жизнь. И вот одно любопытное событие, которое я считаю важной информацией для Cardano. Кто-то только что открыл 14 пулов с 32 миллионами Ады в каждом. Очень интересно, что одна организация только что создала 14 новых пулов на общую сумму 448 миллионов Ады. Все они сделаны по одному адресу. Кто-то потратил 403 миллиона долларов, чтобы обеспечить крупную позицию в Cardano. Лично мое предположение, что это скорее всего какая-то биржа занимается стейкингом Cardano. Это хорошо, потому что, во-первых, создает пассивный доход для биржи, во-вторых, делает сеть Cardano более защищенной, и в-третьих, уменьшает предложение монет Cardano на рынке. Кроме этого, я хочу обратить внимание на стремительный рост подписчиков Cardano на Reddit. Мы растем даже быстрее, чем в 2017 году. Интересно, как крупные игроки, как известные люди покупают Cardano и видят в ней какую-то свою ценность. Вывод, который мы делаем из этого. Крупные игроки прямо сейчас пытаются искать следующий дешевый альткоин, который покажет огромный рост. Так сказать, второй новый биткоин. И, видимо, Cardano тоже входит в список кандидатов. Я не могу видеть будущее, но что-то мне подсказывает, в этом году Cardano покажет себя очень хорошо. И, возможно, это будет последний шанс, когда ее можно купить за 70 центов, 80 центов или даже 1 доллар. Итак, по фундаменталам Ады я хочу показать тебе несколько очень позитивных моментов. Свежательно, 3 дня назад почти 72% всех монет Ады залочены в стейкинге. Что это значит? Что 72% предложения монет заняты поддержкой сети, залочены в стейкинге. Это, безусловно, хорошо сказывается на курсе монеты. Также, по последним данным агрегатора Cardano Ада Пулс, более 54% всех кошельков Ада делегировали свои средства в пулы для стейкинга. Это означает, что 54% кошельков с Ада решили выделить свои собственные средства для обеспечения безопасности сети Cardano. Количество кошельков Ада тоже растет, и растет очень даже не дурно. За 2 месяца количество удвоилось. Это означает не только приток новых пользователей, но и то, что монеты Ада охотно накапливают в последние 2,5 месяца. И самое сладкое, самое сладкое напоследок. Вот это то, что я называю десерт. Среднее количество монет Ада на делегированный кошелек. Этот график с декабря упал в 2 раза. Что это значит? Это означает, что накапливать Аду становится все сложнее. Что, безусловно, означает, что спрос растет, а предложение либо не растет, либо и вовсе падает. Это приводит к дефициту Ады, и, соответственно, ее цена растет. Кроме этого, сама сеть становится все более децентрализованной. Итак, как мы видим, фундаменталы говорят о том, что 2021 год для Ады будет просто отличный. Напиши, что ты думаешь по этому поводу. Держишь ли ты кардану в своем портфеле, или, может быть, планируешь ее держать? Мне будет интересно узнать, сколько людей из моих зрителей действительно держат Аду. А также подписывайся на канал, ставь лайк, если видео тебе понравилось или было полезным, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно, что делай, правильно, богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!